Мы технологическая компания, которая занимается разработкой платформы для шеринга средств индивидуальной мобильности и в то же самое время являемся оператором сервиса одноименного, который называется WUSH. У нас примерно 50% доля на рынке Российской Федерации. Мы оперируем флотом в 146 тысяч самокатов в 53 локациях в России и странах СНГ. В России это от Калининграда до Владивостока. По состоянию на конец года у нас практически 20 миллионов зарегистрированных аккаунтов в сервисе и эти люди совершили за 9 месяцев этого года порядка 90 миллионов поездок. Надо сказать, что эта цифра практически в два раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году наши пользователи совершили около 50 миллионов поездок. У нас достаточно сильные показатели по финансам. Выручка наша за 6 месяцев этого года составила 4,4 миллиарда, и это на 60% больше, чем в прошлом году. И мы стабильно сохраняем высокую рентабельность на уровне больше, чем 40%. За первые 6 месяцев этого года она составила 46%. Это рентабельность, да. Так, отлично. Это было краткое вступление. Я, в общем, все вопросы разделила на три блока. Регуляторика, операционная деятельность и финансовый результат. Когда я читала обсуждения в УШИ, в разных сообществах, то очень много комментариев, которые примерно имеют такой смысл. Я прям зацитирую. Тут лукоил с ММК боишься в долгую держать, а самокаты сегодня есть, завтра нет. Мне кажется, вот у вас довольно большой регуляторный риск, особенно учитывая мировые прецеденты, Париж. Что ответите? Отвечу, что самокаты вчера есть, сегодня есть и завтра будут. В Париж тоже были вчера, а сегодня нет. В Париже, на самом деле, многие говорят про кейс Парижа, никто не говорит про кейс Лондона, где остались только шеринговые компании. Ну и про Париж можно сказать, что все операторы, которые работали до запрета, ну вы можете погуглить, там много про этот запрет в интернете уже написано, что за него проголосовали всего там около 7% по-моему от населения и так далее. Но на самом деле вот все операторы, которые были до запрета, они сейчас продолжают оперировать в Париже просто с велосипедами. И велики во Франции, они едут несколько лучше для операторов, даже некий такой плюс. Да, Александр. Да, и касательно Парижа, то, что не нравилось Парижа, нам не нравится и нам, на самом деле. Если самокаты разбросаны и это в беспорядке по городу, мы сами против этой модели. И мы этим ключево отличие нашего сервиса от того, что происходит там в Европе и в Америке. У нас система парковок, то есть мы, очевидно, аккумулируем самокаты на точках определенных в наших приложениях. И следим за тем, чтобы они были в порядке, стояли аккуратно. Тобственно, беспорядок нам тоже не нравится, и мы всегда радовались за систему фиксированных парковок. Всем привет, я Тимофей Мартынов, я основатель конференции Smart Lab. В 2022 году я основал аналитический проект «Мозговик Ресерч». И мы делаем качественную, глубокую, профессиональную, честную аналитику российских акций. Мы генерируем инвестиционные идеи и сами вкладываем свои собственные деньги в наши идеи. Наша аналитика экономит ваше время. Чтобы ознакомиться с нашими идеями, просто подпишись на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. По результатам соцопросов 60% жителей Москвы и Петербурга проголосовали за запрет аренды самокатов. И вот многие, кстати, пишут тоже в обсуждении, что реального общественного вклада от самокатов ноль, в экономику города вклад ноль, есть общественный транспорт, а неудобств много. Что вы ответите? Ну, давайте так, мы будем честными, и действительно есть достаточно большая часть населения, которая не нравится. И вот в целом мы видели целый ряд опросов, но качественного, с большой выборкой мы, к сожалению, не видели, и никто его не проводил. Может, стоит провести? Может, стоит провести. И это, кстати, то, на чем мы думаем. Ну, это нужна какая-то независимая платформа, которая действительно проведет его и опросит там все сегменты аудитории. Но вот потому что мы видели, мы видим, что примерно половина населения, население делится пополам, ну, не население, а там сообщество, да, и половина говорит, что нам это не нужно, уберите это, половина говорит, нам это нужно, мы этим пользуемся, оставьте это, да. И, ну, вот во второй половине, может, еще есть какая-то часть, которая не пользовалась сервисом, но у которой он не вызывает какого-то негатива, то есть он не понимает, зачем он нужен. Вот вклад сервиса в город, он, ну, вот в то, что происходит в городе, он, на самом деле, очень сильно ощутим, потому что, ну, даже несколько лет назад московский Диптранс делал аналитику, которая показывала, что в том сегменте города, где работали самокаты, количество коротких поездок на такси сократилось, там, что-то в шесть, по-моему, раз, да, и самокаты существенно позволяют разгрузить улицы, где-то снизить пассажиропоток в общественном транспорте и дают людям, там, возможность перемещаться быстрее на короткие расстояния. То есть вы, если что, считаете, что за счет наличия доказанной общественной пользы и за самокаты трогать не будут? Правильно у вас появился инсайд? Ну, на самом деле, вот, развитие средств индивидуальной мобильности, оно включено, там, в транспортную стратегию развития Российской Федерации. Если его почитать, то там это есть. Первый момент. Второе. Многие из больших политиков и начальников говорили, что запрещать никто ничего не будет, все будут разумно регулировать. И вот буквально, там, несколько недель назад Хуснулин подписал дорожную карту развития СИМОВ, которая подразумевает целый ряд мероприятий по регулированию. Там будет одно из важных, один из важных моментов, это поправки. Вы все знаете, что поправки ФПДД внесли в этом году, и самокаты стали официальной частью, официальными транспортными средствами, и там отрегулировано, где они могут ездить и так далее. Но пока не было никаких поправок в кодекс административных правонарушений, что вот за то, что люди нарушают, там им будут штрафы. И поэтому вот в дорожной карте есть там часть, которая регулирует, вносит изменения в кодекс административных правонарушений о том, что штрафы, они появятся. Второе. Там появляется регулирование парковок, что также важно, потому что сейчас даже при нашем желании заплатить за парковку в городе, это сделать достаточно сложно, потому что там есть только несколько механизмов, благодаря которым можно это сделать, и первый механизм – это НПА, так называемый. Там нужно, чтобы город принял это внутри себя, и часто городам это достаточно сложно согласовать. Второй механизм – это так называемое 1300-е постановление, которое изначально вообще было сделано для киосков, которые работают на улицах, по которому согласовать тысячу или несколько тысяч парковок в городе крайне затруднительно. Требуется геодезия и так далее, и просто ресурсов со стороны муниципалитетов зачастую недостаточно. В рамках дорожной карты планируется, что парковки для самокатов будут исключены из 1300-го постановления, и механизм их выдачи и платы за аренду этих земель он будет нормально урегулирован. Но там есть еще целый ряд изменений, в том числе и развития инфраструктуры. Ваша мысль такова, если я вас правильно поняла, что запрещать не будут, будут регулировать. Пойдем по пути регулирования. Но это не то, что моя мысль, это мысль законодателей. Мы активно работаем на всех уровнях власти и с Минтрансом, и с Дептрансами городов, и с муниципалитетами на предмет того, чтобы было разумное регулирование. И мы полностью за разумное регулирование, за то, чтобы сервис продолжал работать, но регуляторика была четкая, понятная и понятная для всех. Да, Александр. И в контексте на регулирование, то на самом деле мы сделали колоссальный шаг вперед здесь. Потому что ПДД были приняты только в этом году, где все было определено, что такое СИМ и так далее. До этого это вообще было просто пустое поле. И мы здесь, но по сравнению с другими странами, тоже довольно сильно продвинулись. Поэтому мы, во-первых, приветствуем это внесение ясности в всю регулировальную среду. Во-вторых, мы очевидно видим, что устремление власти и регулятора о том, чтобы не запретить сервис, а просто внести больше порядка и какой-то конкретики. А так у нас 6 миллионов активных пользователей, если сервис уйдет, получим 6 миллионов недовольных граждан. Я думаю, что в этих голосованиях, если человеку очень не понравился самокат, он проголосует. У него какое-то большое это вызывает. Вы ставите под сомнение результаты этого голосования? Нет, не ставлю. Я просто говорю, это просто более активная, мне кажется, аудитория. Это мое личное мнение. То есть если что-то не нравится, я потом скажу. Если человеку нравится самокат, ну отлично. Хорошо, Александр, вот вы уже все заговорили про регуляторику. Действительно, также слышу, читаю много предложений, касаемо не запрета, а различных мер регулирования. То предлагают вводить госномера, то обязательно ОСАГО. Есть ли у вас понимание, насколько вообще увеличатся операционные расходы, если вам придется то-то покупать, то-то обеспечивать. И вообще вот в этой карте развития дорожной, насколько вообще финансово вам предлагают, например, участвовать или не предлагают, или все это будет за счет… То есть как это на ваших расходах-то отразится? Ну прямых предложений по участию, финансированию, чего бы у нас нету, но я думаю, что ее не будет. А в плане операционных затрат, ну будет зависеть от того, какие будут меры введены. Номера у нас и так уже на самокатах есть. Если придется это куда-то заводить, мы будем заводить… ОСАГО. Ну страховка у нас тоже имеется. То есть у нас есть там добровольная страховка пользователя, а есть уже зашитая нами финансированная страховка. Поэтому, несмотря на то, как будут требования введены, у нас уже база для этого имеется. Сейчас работаю еще. Я два слова про страховку добавлю. На самом деле мы озадачились вопросом страховки еще несколько лет назад, и все поездки, которые совершают пользователи в нашем сервисе, они застрахованы. Застрахован сам пользователь, застрахован вред третьим лицам и ущерб третьим лицам. Поэтому мы, по сути, ОСАГО, то, что вы называете ОСАГО, оно уже работает. Я это предлагаю в инициативе законодателей. Вы озвучили просто этот вопрос, и эта штука уже работает. Безусловно, там могут быть какие-то изменения с точки зрения лимитов, ответственности и так далее. Но лимиты, которые у нас есть сейчас, они сопоставимы с лимитами, которые есть в ОСАГО для автомобилей. Поэтому мы, честно говоря, вот здесь не предполагаем какого-то существенного роста расходов. А номера, номера везде есть сейчас. Идет речь о том, что, опять же, в этой дорожной карте идет речь о том, что был бы единый реестр средств индивидуальной мобильности, но без проблем мы можем регистрировать, мы можем отправлять эти данные, мы можем сделать номера больше, чтобы их читали камеры. И как раз идем в этом направлении. В Москве обсуждается, что на следующий год номера нужно сделать чуть больше, чтобы дорожные камеры могли их прочитать и, соответственно, выставлять штрафы. То есть если суммировать, вы считаете, что запрещать не будут, будут регулировать, а и, б, те меры регулирования, которые предлагаются, финансово на вас не отразятся. На этом мои вопросы по регулированию закончились. Дополню еще, Левтина. Самокат на улицах — это не только шеринг, это еще и личные самокаты. Если кто-то задался целью регулировать движение на самокатах, через шеринг сделать намного проще. Потому что мы знаем, где какой самокат, кто на чем едет. Личный самокат, он его сложнее контролировать. Поэтому многое из того, что вводится, мы к этому уже готовы. Для личного владельца, будет, наверное, сложнее это всему соответствовать. Давайте, если у кого-то есть еще вопрос по регулированию конкретно из зала, поднимите руку или похлопайте. Кто-нибудь есть? Нет? По регулированию всем все понятно, да? Все, по регулированию нет. Переходим к второму блоку операционной деятельности. Читала тоже такое мнение в ходе обсуждения, что рынок электросамокатов достаточно быстро придет в некое насыщение. Ими уже пользуются, где кто хотел. Но по Москве действительно могу сказать, что везде я вижу эти электросамокаты. И возможности географической экспансии тоже быстро иссякнут. Что вы можете возразить на это? Возражу, что в Москве не везде пока. В Москве, на самом деле, с точки зрения плотности, один из самых низких показателей плотности, которые у нас есть по всем городам. Если мы говорим про средний показатель, то в Москве он находится сейчас на уровне 30 с небольшим самокатом на квадратный километр. А сколько? То есть этого недостаточно? А в Европе, в Стокгольме, самом насыщенном городе, там порядка 400. Ну там же, наверное, инфраструктура уже есть. То есть мы же сейчас, понятно, что ее будут развивать когда-нибудь. Безусловно. Безусловно. Инфраструктура там, наверное, чуть лучше, чем у нас. Сейчас в Москве инфраструктура тоже активно строится. Ежегодно вводятся десятки, иногда сотни километров велодорожек, в том числе временных. Но и в целом, если посмотреть на рынок целиком, то в России совершается порядка 60 миллиардов коротких поездок в год. Это поездки до 8 километров. И это не считая те поездки, которые не являются поездками, когда вы прошли пешком 500 метров или километров до какой-то цели. Вот аналитики прогнозируют, что кикшеринг способен занять 5-10% вот этого рынка. То есть мы говорим о трех террориях. Мне все-таки кажется, что сравнение с Токгольмом не совсем корректно, потому что мы сравниваем текущее состояние транспортной инфраструктуры Москвы. Мне кажется, их вот уже достаточно. То есть, конечно, если поднастроить много дорожек, то, может быть, еще можно добавить. В Москве действительно есть очень хорошая плотность в пределах Садового и чуть лучше, ну чуть хуже, чем в пределах Садового, в пределах Третьего кольца. За пределами Третьего кольца и до МКАДа плотность сильно ниже. Ее действительно не хватает. И дорожки строятся, инфраструктура развивается. Вот мы опять же говорили, что в рамках дорожной карты там есть пункт про развитие инфраструктуры, когда развитие инфраструктуры станет одним из кипяев городов. И мы, честно говоря, думаем, что тут вопрос, что первично. Когда 5-7 лет назад строили велодорожки, по ним никто не ездил, задавались вопросом, а зачем они. Сейчас есть рынок, который, ну не рынок, не только рынок, но и пользователи, которые едут по этим велодорожкам. Понятно, для кого они строятся. Понятно, как это влияет дальше на экономику города и так далее. Поэтому, мне кажется, сейчас вопрос и актуальность строительства этой инфраструктуры, она всем достаточно понятна, и инфраструктура продолжает развиваться. Хорошо, следующий вопрос, Александр, может быть, к вам. Ранее тоже в этой компании отмечали, что, буквально цитата, компания также работает в Казахстане и Беларуси, но основным рынком по-прежнему остается Россия. Дела как-то в Казахстане и Беларуси не идут? Идут неплохо, но действительно Россия намного больше рынок. Количество самокатов. Насколько быстро подвигается? Я все пытаюсь найти возможности какой-то внешней экспансии довольно быстрой. Касательно внешней экспансии, в СНГ мы смотрим на и другие страны, в том числе. В ближайших планах этого нет прямо сейчас. Но мы рассматриваем, взвешиваем, ресурсов на все не хватает. Поэтому тут есть некая очередность того, куда мы планируем инвестировать. Если говорить про следующий год, то в основном это будет, конечно, Россия. Потому что мы видим, что здесь… Понимаем отдачу и видим, что плотность… Но рынок еще далеко не охвачен. Даже Москва может спокойно в два раза флот увеличить, и это не будет… Нет, это пугает. Но она не планирует это делать. Но в России и в других городах тоже мы видим плотность недостаточную. А говоря про зарубежные страны, у нас есть также проект Латинской Америки. Он входит полностью в отчетность, консолидируется. И какая доля выручки? Ну, они только стартуют сейчас по самокатам, там 6 тысяч самокатов из тех… Но это, я так понимаю, все-таки больше имиджевый проект, чем какая-то реальная бизнесовая история, нет? Нет, это не имиджевый проект. Имидж, что ты никого не заработаешь. Это проект с большим потенциалом. Рынок, который не занят, практически нету кикшеринга. Рынок круглогодичный, похож где-то на наш. Но при этом вы быстрой экспансии там все равно не ждете. Хоть конкурентов нет, рынок перспективный. А в чем тогда проблема? Ну, там любой старт – это преодоление определенных препятствий. Мы сейчас этим и занимаемся. Конечно, нажать кнопку и сразу поставить там 100 тысяч самокатов невозможно. Это постепенный процесс. В том числе с властями работать нужно, потому что они к этому сервису еще не привыкшие. Но перспектива там колоссальная. Если все пойдет хорошо, то это совсем не для имиджа, это для хорошего заработка. Но это какая-то далеко идущая или там на горизонте пары лет уже сможет сильно расшириться? Мы на самом деле видим, что в Латинской Америке огромный рынок, который будет дальше развиваться. Просто вопрос того, что там сейчас работает всего 6 тысяч самокатов, это вопрос того, что это пока пилот и пилот, который стартанул только в этом году. Это отчасти управление рисками в нашей стратегии. Мы не делаем там огромную ставку сразу, мы делаем там по чуть-чуть, тестируем рынок и проверяем гипотезы. Когда доказываем, что гипотеза работает, тогда масштабируем. Мы планируем, что там в следующем году, может быть, в следующие полтора года, да, там, возможно, гораздо больший рост, потому что мы в начале года открыли там три города, сейчас там работают уже четыре города. Вот один город добавился буквально неделю назад. и до конца этого года мы планируем еще несколько городов. Мы тестируем все эти города, собираем метрики, и на основе этих метрик уже строим прогноз. Но вот в целом я могу сказать, что от России рынок отличается тем, что рабочая сила стоит примерно столько же, фасилити, то есть помещение, которое мы используем для сервисных центров, примерно в таком же диапазоне. А стоимость минуты, допустим, у нас в Бразилии где-то в три раза выше, чем в России, а, допустим, в Чилии это где-то в пять раз выше, чем в России. Поэтому там огромные перспективы с точки зрения того, как это будет развиваться. И при этом мы имеем достаточно, уже на самом старте мы имеем хорошую выручку на самокаты. У нас зима, у них сейчас лето будет, тестируем сезонный. А вот про несезонность тоже хотел с вами, кстати, поговорить. Во-первых, один из самых популярных вопросов, который задавали тут на стенде ВУШа, был по поводу текущей ситуации в Москве. Выпал снег, а ваши самокаты все еще стоят. Ну они стоят, потому что снег растает. Мы знаем об этом. И сервис поедет дальше. Мы убираем самокаты, когда выпадает. Весной растает. Нет, он растает. Мы думаем, что растает сейчас еще, потом мы не убираем их. Вообще мы убираем с улиц самокаты, когда действительно появляется наледельный снег. И мы понимаем, что это уже до весны. Тогда мы убираем их. Сейчас просто мы рассчитываем, что снег уйдет еще. И по поводу тоже внесезонности. Вот не раз вы подчеркивали в своих интервью, что когда вас спрашивают про сезонность бизнеса, вы говорите, что нет-нет, бизнес внесезонный и в ряде городов. Ну юга России, соответственно, работает и зимой. Но хотелось бы понять, тогда какая доля этих южных городов, выручки, чтобы с честной совестью называть тогда этот бизнес несезонным. Нет, он сезонный, очевидно. Это совершенно понятно. А у нас сезон снижается с Латинской Америкой, потому что здесь зима, там лето. Это будет сглаживать, безусловно. Но про Россию, говоря, конечно, сезон есть. И часть городов едет. Но наши заработки, это, конечно, летний период. Ну что, с мая по сентябрь. Но это просто модель бизнеса, совершенно нормальная. Есть много бизнесов, которые сезонные, агро и так далее. И, блин, там, не знаю, речной флот, в котором я раньше работал. То есть это совершенно нормальная модель, которая позволяет хорошие заработки иметь. И, собственно, наши показатели это демонстрируют. Тоже вопрос. Вас часто сравнивают с Яндексом в комментариях. Тоже вы отвечали на это. Есть у вас какие-то мысли, не про конкуренцию, а про экс-систему? Понятное дело, что вы запустили еще велосипеды. Возможно, есть какие-то мысли в большее расширение, в будущее? Слово «экосистема» нам не нравится. Не нравится? Почему? Модное? Мне кажется, это термин. Парой лет давности тогда это было. Хорошо, скажите, как правильно. Слушайте, но мы четко пытаемся фокусироваться на том, что мы делаем. Мы делаем транспортный сервис для коротких поездок в городе. И мы, безусловно, мы ищем другие какие-то ниши, которые могут давать похожую отдачу на вложенный капитал, иметь похожую рентабельность, как мы имеем с самокатами. Мы проводим достаточно много исследований. Мы запустили велосипеды. Велосипеды позволяют диверсифицировать немножко аудиторию, предложить продукт для аудитории, для которой не подходит самокат. И дальше есть некий переток этой аудитории, которая пришла на велосипед, и она ездит на самокат. Мы думаем про другие сегменты, активно считаем, пока анонсировать в этом ключе нам нечего. Как только решимся, вы, безусловно, об этом узнаете. Хорошо, отлично. Последний вопрос от меня про вот в этом блоке. Это как решается проблема с геолокацией. Тоже в комментариях часто пишут про то, что Яндекс малоудобнее, потому что они разрешают оставлять электросамокаты в любых местах, и это намного удобнее. Да, но город не разрешает оставлять самокаты в любых местах. И здесь Яндекс, если они это делают, насколько я слышал от них, они этого не делают, но если они это делают, они не нарушают те требования, которые город выставляет. И в краткосроке, возможно, это и хорошо для пользователя, и для них удобно позволять что-то заработать. Но в долгосроке ты портишь сильно отношения с городом, ты портишь отношения с другими людьми, потому что парковки сделаны ведь не только для удобства сервиса. Безусловно, сервису удобнее обслуживать самокаты на парковках, а не во дворах. Но они сделаны для удобства всех горожан, чтобы не получалось так, что весь город заставлен самокатами. Самокаты стоят в тех местах, где им разрешено стоять. И это наша модель, и мы очень сильно верим, что эта модель правильная. Если допустить этот хаос, когда самокаты можно оставлять где угодно, мы можем с вами прийти в ситуацию Парижа или еще каких-то городов, где власти крайне негативно настроены относительно такого транспорта. Так, у кого-нибудь есть вопросы по операционной деятельности? Можно ли бы где-то было ознакомиться с полной стратегией? По-моему, в открытом доступе более чем вот этих тезисов и где-то расшифровки тезисов нет. Но мы регулярно эти тезисы раскрываем. И раскрываем не только эти тезисы, но и говорим чуть шире, куда мы планируем. Но вот в частности у нас есть тезис в стратегии про развитие географии. Мы вот здесь упоминали с вами про латам. Это, по сути, расшифровка того, что происходит. На самом деле развитие географии и развитие плотности там крайне важный момент, потому что мы, когда смотрим на следующий год, мы, честно говоря, приняли для себя решение, что в основном тот новый флот, который мы будем покупать на следующий год, он пойдет на развитие плотности уже в работающих городах. И мы не будем идти вот по пути, когда мы ставим флажки в городах просто и не обеспечиваем там плотность, потому что эта история, ну, на наш взгляд, не работает. У нас есть много примеров в мире, много операторов, которые расставили флажки в сотнях городов и имеют отрицательную беду. Мы идем по пути того, что мы стараемся сделать сервис, который транспортный. Чтобы он был транспортным, самокат должен быть доступен везде в зоне. Заряжен, чисто отремонтирован, доступен в зоне, где работает сервис. То есть где бы вы ни были, там, в 200 метрах, и вы его также могли оставить. Поэтому ключевая задача для нас является повышение плотности и повышение вот этого процента транспортных поездок, который уже составляет 85. Мы понимаем, что там дальше небольшой зазор, но мы четко видим вот по цифрам этого года, там, где мы повысили плотность, там, где нам удалось повысить плотность, мы существенно увеличили выручку и на самокат, и полностью, ну, город стал ехать совсем по-другому. Вот с вызовами по маржинальности мы будем бороться с использованием, ну, разных методов, но в том числе мы, у нас есть уже работающие предприятия по восстановлению самокатов. Главная идея его, то, что вместо того, чтобы покупать новый самокат, мы можем продлевать жизнь старого. Вот. И это, на самом деле, с точки зрения отдачи на капитал, очень серьезное дело, имеет большой эффект. Есть эффект локализации, мы закупаем, у нас эффект на бюджет уже на второй половину этого года, мы сэкономили около 20%, уже знаем, где мы сэкономим, уже контракты заключены на поставку, заменяя комплектующие локальными. 20% бюджета, довольно весомая величина. Есть у нас разработка по собственной батарее, недавно об этом мы на публику заявили, которая позволит нам набегать в два раза дольше, то есть количество перезарядок будет в два раза меньше, что тоже сильно влияет на операционные затраты, которые у нас состоят в основном из затрат на перезарядку и на ремонт. Вот. Эти инициативы, они нам позволяют в случае костов держать под контролем всю историю. А если смотреть на выручку, то тут такой еще аспект есть, что средний чек за поездку, он падает, да. Но если перевести это все в минуты, то падения нет, у нас есть рост средней выручки на минуту. Почему так? Потому что поездок становится, они, конечно, короче становятся, то есть пользователь платит меньше за одну поездку, но их станется больше, да. То есть мы продаем то же самое количество минут, то есть выручка на минуту у нас растет. С точки на фронте выручки мы стратегически не видим большой угрозы, в смысле давления на удельные показатели. А вот работа с костами, ну я вот такие ключевые блоки обозначил. Вот. Ну вот, исходить, это краткий дайджест того, как мы работаем по стратегическим вопросам. У меня вопрос про новые самокаты вот с этими экранами. Если я правильно понял, в них есть две роли. Первое, это то, что они показывают, насколько безопасна дорога. Второе, такая медийная история, то, что там искусственный интеллект, все дела, хотя, кажется, уже не то время. Вот. А негативных моментов я вижу гораздо больше. Во-первых, это увеличение расходов, ну то, что там, если я не ошибаюсь, там камера, плюс сам дисплей, должно все стоить дорого. А с точки зрения безопасности, кажется, это даже хуже, потому что если человек будет смотреть не на дорогу, а на экран на этот, это не очень хорошо. Вот. Ну, общий вопрос, зачем эти экраны? Какую вы видите от них пользу? Спасибо за вопрос. Мы действительно тестировали в этом году порядка 200 самокатов в Москве и Московской области, которые были оснащены большим экраном и модулем компьютерного зрения. По сути, для нас это тестирование технологий, которые мы планируем использовать в модели самоката, которые будем производить самостоятельно. Мы планируем, что в следующие несколько лет мы будем производить собственную модель самоката и мы сейчас собираем вот кусочки технологии прям по пазликам, да, тестируем каждый из этих пазлов, понимаем, насколько он эффективен и так далее. В целом мы довольны результатом теста. Понятно, что вот когда это штучное производство, это очень дорого, да, но у нас есть дорожная карта, как снизить стоимость производства и как объединить, допустим, IoT-модуль с модулем компьютерного зрения, переиспользуя те компоненты, которые есть в IoT, чтобы вот этот дополнительный кост был несущественным, но он дает значительное value с точки зрения безопасности. Мы поняли, что действительно та технология, та нейронка, которую мы разработали, она позволяет определять людей, она позволяет определять пешеходные переходы, она позволяет определять поверхность, по которой движется пользователь. Все это должно использоваться автоматически. По поводу больших экранов, автоматически для повышения безопасности, снижения скорости в каких-то моментах и так далее. Что касается больших экранов и того, что пользователи отвлекаются, действительно вы правы, где-то есть такая история, что пользователи отвлекаются, но когда пользователь смотрит на маленький экран, на котором маленькие пиктограммы, он отвлекается еще больше. Мы пока не сделали финальных выводов относительно того, стоит ли масштабировать большой экран или с этим что-то стоит сделать, и это нам предстоит сделать там ближайшие, ну, наверное, полгода, год. Спасибо. Мы уже начали, фактически, третий блок про финансовые показатели. Мало времени остается. Кратко, если можно. Вот, Александр, к вам вопрос. Ранее говорили, что половина кэша уж держит в валюте в йо, а у них у вас за счет этого был вообще резкий рост прибыли по итогам полугода. Что по итогам года? И будете ли дальше держать такую большую валютную кубышку? Ну, здесь такая история. Компания роста, в принципе, не может быть кубышкой, мы все время инвестируем деньги. Но это временная ситуация, связанная с тем, что борясь с валютными рисками, мы взяли заранее деньги в долг после облигации в июле этого года, там, ставка купона 11.9, по нынешнему временам очень хорошая ставка. И конвертировали часть этой, не все, но большую часть, в юаня по курсам, которые нас устраивали. Вот, поэтому отсюда эта валютная переоценка на баланс, доходы от переоценки. Вот, оставшаяся часть в рублях, вот мы сейчас будем докупать, там, по хорошим курсам. На балансе сейчас у нас 7,5 миллиарда кэша, но, очевидно, мы планируем инвестировать в флот следующего года. Но довольно большие, довольно большая программа инвестиций. Сумму надавать пока не могу, но это будет ясно. Дмитрий, тоже к вам, наверное, один из последних вопросов. Вы просто сказали ранее в интервью, буквально цитата, что при курсе доллара выше 100, самокаты практически не окупаются. У нас, конечно, сейчас не 100, но очень близко и временами выше 100. Так и есть, действительно. При том, что курс доллара выше 100, стоимость самоката, она становится, во-первых, выше 100 тысяч рублей, в итоге, когда он приезжает сюда. Соответственно, это сильно влияет в нашей бизнес-модели, когда мы находимся сейчас в льготном Сколковском режиме. У нас есть история, что мы сейчас находимся в Сколково, и мы находимся в Сколково благодаря тому, что у нас налоговой прибыли пока нет. Почему нет налоговой прибыли? Потому что самокат, по сути, малооценка, мы его списываем сразу в расходы, поэтому налоговой прибыли нет. У нас есть там история, как мы, если мы выйдем из Сколково, как мы будем работать в режиме IT-компании, это несущественное влияние на налоги повлечет, но, тем не менее, вот эта штука позволит, ну, будет способствовать тому, что мы выйдем из Сколковского режима. Вторая история, что, ну, вот тарифы и индексация пока не выросли настолько, чтобы, ну, окупить вот этот рост курса, да, и, соответственно, когда самокат стоит очень дорого, а ездит очень мало, да, ну, соответственно, он перестает окупаться. И у нас был там при прежнем курсе там срок окупаемости самоката на уровне полутора-двух лет, да, при том, что самокат будет стоить больше ста тысяч рублей, он будет окупаться там около трех лет, да, а в целом, ну, вот в нашем случае мы научились продлять срок жизни самоката благодаря оценку дорогостановления до пяти лет, да, ну, представляете, три года он только окупается, да, это крайне сложно, то есть для большинства игроков, которые не умеют продлять срок жизни самоката до больше трех лет, самокат перестает окупаться. Когда был курс там 70, простой срок окупаемости был, как Дима сказал, там полтора года, он вырос, он стал больше, но это означает, что этот проект не окупается в принципе, он дает нормальный IRR, нормальный NPV, вот, в связи с тем, что у нас срок жизни пять лет, самоката, это окупаемая история, и приста на самом деле, то есть нету темы, что приста, самокат, мы работаем в убыток, такой темы нет, мы работаем в прибыли. Второй момент, когда мы моделируем, когда курс стабильный, то только бы и тарифы стабильны, да, но мы сами видим, как цены себя ведут в стране, насколько такси выросло, надо сейчас проехать такси или на самокате, уже стал диффициент довольно большой, поэтому, ну, при росте курса, он переложится в инфляцию, и все вокруг будет расти, и наши тарифы, ну, не исключение, да, при том, что у нас средние траты пользователя в год на сервис 1200 рублей, 1200 в год, это небольшая сумма, в принципе, в бюджете, ну, любого человека, поэтому здесь потенциал для роста тарифа, но не потому, что мы хотим выжать рынок, а потому, что, ну, везде инфляция, да, он тоже здесь, он будет давать дополнительные доходы, если это заложить в модель, то там окупаемость будет еще лучше. У нас вот, к сожалению, мало времени остается, наверное, последний вопрос, Дмитрий, самый главный, раз все так хорошо, вы так все убедительно говорите, запрещать не будут, и все прекрасно, почему акции не растут? Это не ко мне, наверное, вопрос. У нас же есть версия, вы же думаете наверняка вечерами про это. Есть фундаментальная сторона бизнеса, есть то, что рынок думает, ну, это факт жизни, да, посмотрите, если там рынок стал падать, то есть не верят, в конце августа, мы стали падать сильнее, но волатильность больше. Любой негатив, связанный с высказыванием, там, депутатов или что-то еще, мы видим, это прямо падает нам к нам в акции. Вот, поэтому, наверное, комбинация вот этого всего приводит, где мы сейчас есть. Мы все равно в плюсе против IPO, да, но мы там в этом году плюс 50 давали в какой-то момент, сейчас чуть-чуть поменьше. Вот, но мы верим в то, что фундаментальный бизнес, он крепкий, будет давать результат, приносить деньги акционерам, мы платим дивиденды, миллиард рублей, там, с плюсом, вот, в скором будущем. Поэтому фундаментально с бизнесом все хорошо, а когда вот этот сентимент уйдет, который на нас там давит, регулирование и прочее, ну, кто знает, да, но фундаментально, я думаю, что здесь, ну, есть потенциал очень хороший. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!